Всем привет! С Вами Екатерина и Абустроено Если вы помните, то в прошлой части мастер-класса мы с вами создавали кактусы Я сделала себе три очаровательных кактуса Если вы уже успели сделать кактусы, делитесь своими фотографиями в нашей группе ВКонтакте И сегодня мы переходим к суккулентам Для этого нам потребуется также зефирный фоамиран Зефирный фоамиран бывает потолще и потоньше Для кактусов я использовала тот, который тоньше Для суккулентов буду использовать потолще Я покупала его размером 1х4, то есть рулончиком И я его буду складывать вдвое Если у вас тонкий, то вы будете раскраивать с учетом того, что на один лепесток будет уходить 3 слоя фоамирана Поэтому рассчитывайте, сколько материала вам потребуется Для создания цветка нам нужны будут шаблоны в 5 размерах Маленький лепесток имеет длину 2 см Обратите внимание, что он имеет форму капельки с небольшой ножкой Ножка 4-5 мм И ширина в самом широком месте 1,5 см Следующий размер Длина с ножкой 2,5 см Ширина 1,8 см Третий размер Длина 3 см Ширина 2,4 см Длина 3,5 см Ширина 2,3 см То есть вы просто рисуете капельку И к ней пририсовываете небольшую ножку И последний размер Длина 4 см Ширина 2,5 см Вот такие лепестки нам потребуются Теперь поехали вырезать Я сначала обвожу все лепестки на фоамиране Самый маленький размер Нам потребуется всего лишь 2 лепестка Раз Два Следующий размер Три Следующий размер Четыре Смотрите, как у вас получается Итак, у меня закончилась одна полосочка Теперь фоамиран я складываю вдвое С небольшим-небольшим запасом Если у вас тонкий фоамиран, вы складываете втрое Если три слоя У меня два, мне хватит И вот теперь только нарезаю То есть как мы обводили лепесточки, вот так я их и разрезаю на кусочки Затем, точно так же Сложив вдвое, я буду сразу вырезать две части одного лепесточка Если вы будете вырезать их отдельно, все равно лепестки получатся разными И когда вы их будете нагревать и склеивать, не очень это хорошо Во-первых, это долго, во-вторых, не очень эстетично в итоге получается Потому что все равно лепесточки будут разные, как бы вы их одинаково не пытались обвести Так, продолжаем По такому же принципу Обводим наши лепесточки Вы можете сделать цветок чуть более пышным Тогда крайних лепестков сделайте больше В серединку мелких много не нужно Предпоследний размер 5 штук и последний 6 Теперь вооружаемся маникюрными ножницами По крайней мере, мне ими удобно резать Вы можете резать большими Складываем каждую вот такую заготовку вдвое Если у вас тонкий фоамиран, то втрое И вырезаем И так вот парой и откладываем Желательно еще, конечно, откладывать по размерам Теперь склеиваем лепесточки вместе Сложили Прогрели Защипнули Как вареники лепим Прогрели Синтепон внутрь мы укладывать не будем Поэтому склеиваем по всему периметру Теперь неровный край аккуратно обрезаем Неровный край аккуратно обрезаем Таким образом склеиваем все лепестки, которые заготовили Переходим к тонировке Тонировать я больше люблю сухой пастелью Кусочек влажной губки Темно-зеленая пастель Тонируем верхнюю часть И с обратной стороны Теперь берем малиновую и немного тонируем Тонируем самый-самый кончик Теперь не забываем, что у нас остались ребрышки не протонированы Обязательно их тонируем Можно пройтись пастелью Вот таким образом тонируем все лепесточки Заготовленным лепесточкам необходимо придать форму С одной стороны слегка прогреваем И подкручиваем Вот этого будет более чем достаточно Вот такого изгиба Все лепесточки я рассортировала по размерам Собирать будем на проволоку Проволочка может быть любая Сантиметров 10 отрезаем Нужна она для того, чтобы Мы, наш суккулент Смогли беспроблемно вставить в пенопласт Который будет в основании коробочки Итак, сначала в первый самый маленький лепесточек Вклеиваем проволочку вовнутрь Следующий маленький лепесточек Приклеиваем рядом Клею на космофен Мне так удобнее Вы можете клеить с помощью космофена Или с помощью горячего клея Придержали Приклеили И таким образом Мы склеиваем все лепесточки Друг за другом Лепесточки толстенькие Поэтому клеить мы их будем не внахлёст А просто рядышком друг с другом Смотрите на их嗯 Уберем Вот такой суккулент у нас получился Вы можете добавить еще один ряд лепестков побольше, если он вам нужен большего размера Либо увеличить эти же лепестки, но у меня коробочка небольшая, всего лишь 20 на 20, мне этого размера вполне будет достаточно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...